ПЕСНЯ 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 Как много дивных мест у Господа! Об одном из таких упадет сегодня наше повествование. Удивительное знакомство произошло 17 ноября 2019 года. Мы стали свидетелями и соучастниками исторического события, ставшего достоянием не только Скопинской епархии, но и всей Русской Православной Церкви. Накануне, в субботу, 16 ноября, мы и предположить не могли, что окажемся в этих глубинных местах Рязанской области. Помолившись за архиерейским богослужением, в храме святого великомученика и победоносца Георгия города Скопина, посетив часовинку матушки Феодосии, мы заехали в Свято-Духов мужской монастырь, где и получили от епархиального секретаря и романаха Игнатия ценную информацию о том, что завтра, 17 ноября, в незнакомом нам селе Бычки Сараевского района должно произойти нечто важное и примечательное. А именно, освящение нового храма в честь священно-мученика Олефы Сараевского. Отец Игнатий посоветовал нам не пропустить такое событие. Я, честно говоря, сам узнал, когда стал служить здесь, что у нас здесь святой в районе. Я 10 лет в Сараевском районе служил, так-то не знал. Часово не построили, пригласили, стали служить, а потом уже что, стали собирать меморальную доску, где святые служили. А у нас, когда святой служил, надо же, я не знал. Стали интересоваться, а потом вот он говорил, как-то ближе и ближе, да, и вот храм стоит, милость Божия, да. Так мы в очередной раз убедились, что пути Господни неисповедимы, и ранним утром следующего дня, заручившись благословением епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, выдвинулись в неизвестное село Бычки. Путь был неблизким, но, слава Богу, с молитвой, добрый небесный ангел буквально донес нас на своих невидимых крыльях. Священно-мученик Арефа, еще вчера неизвестный, а сегодня близкий и родной, является примером стойкости в вере Христовой и мужества в борьбе с тяжелыми обстоятельствами жизни, всевозможными тяготами и лишними. Уроженец села Должик Волынской губернии Житомирского уезда Пулинской волости на Украине будущий священно-мученик выходец из крестьянской семьи. Родился 24 октября, когда православная церковь совершает память мученика Арефы. 24 октября, 6 ноября, а в Эфиопской церкви 26 хадара, 22-23 ноября. Мученик Арефа, а с ним 4 299 мучеников, пострадали за Господа Иисуса Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский царь, решив уничтожить христианство в стране, издал указ об убиении всех последователей Христа. Жители Неграна остались верны Господу. Тогда царь пришел с большим войском разорить город. У его стен царские глашатые возвестили, что Дунаан оставит живых только тех, кто отречется от распятого галилеянина и креста его, который есть знамение проклятия. Не успев взять христианский город силой, Дунаан пошел на обман, поклявшись, что не будет принуждать христиан переходить в иудейство, а лишь обложит Негран данью. Жители города не послушали совета святого Арефы и, поверив в Дунаану, открыли ворота. После осады и взятия города осенью 523 года Арефа предстал пред царем. Он отказался отречься от своей веры и смело обличал иудейского владыку, вселяя мужество в своих земляков. К приказу царя Арефу и всех остальных Негранцев сожгли, в другой версии обезглавили. Более 4000 христиан-мужчин, женщин, стариков и детей из города Неграна и окрестных селений приняли за Христа Спасителя мученическую кончину. Дезаименитый мученик у Арефи, Арефа Насонов, спустя 14 веков после подвига своего небесного покровителя и сам примет мученическую смерть. Произойдет это в 1938 году. Древний мученик, читаешь, у них, как правило, на площадях мучили, на аренах, колизеи, да, прилюдно, в окружении толпы народа. Вот в окружении толпы народа как-то легче переносить, легче не отречься, да. А когда ты сидишь в подвале один на один со следователем НКВД, и никто не видит, что ты что можешь отречься, ну ты отрекись, тебя перестанут пытать, тебя перестанут мучить, тебя выпадут на свободу, и никто об этом не узнает, главное. Вот при толпе людей отречешь, и все узнают, да, тебе стыдно. А тут никто не узнает, тебя уговаривают, и по-хорошему, и по-плохому, убьют. Пожалуйста, ты на один, ты только бумажку подпиши, и никто не увидит. Не все, гуляй свободен. А они, тем не менее, не подписывали, они не отказывались. Вот, на мой взгляд, вот этот намного подвиг тяжелее. Вот именно вот эта вот такая вот дьявольская уловка, что именно вот никто не узнает, никто не увидит, ты только отрекись. Они, тем не менее, не отрекались. До принятия мученического венца Арефа Насонов верно служил Богу, призывая народ Божий не оставлять веру. Граждане, молитесь Богу, держитесь за храм Христов, а то произойдет крах, говорил он. Родители Арефа и Акима Анна Насоновы из крестьян-хлебопашцев были единоверцами. Арефа окончил двухклассную министерскую школу. Стал учителем, работал в своем селе. А в 1914 году был рукоположен во священника. При этом он не оставил своих преподавательских занятий. Успешно занимался миссионерской деятельностью, многих раскольников обратил в православие. Его труды во славу Божию ценил архиепископ Антоний Храповицкий, управляющий Волынской епархией. У него было семь детей? Семеро детей было, у каждого сколько-то. У каждого по двое, по трое. Как минимум по одному. А у каждого двое, трое уже свои, то есть правнуки, праправнуки уже тут даже есть. Дело в том, что священнические семьи традиционно многодетные. И неудивительно, что у священномученика Арефа много родственников. Потому что брали в супруги обычно тоже дочь священнослужителя, то есть из духовного сословия. Соответственно, из священнической семьи две семьи многодетные соединяются и много родственников. Вот и слава Богу, что эти родственники поняли подвиг своего предка святого, поняли, что он покровитель каждого из них. И насколько могли, потрудились по созиданию этого храма. И для них это как бы и памятник. А вот сегодняшнего события вы ждали давно? События ждали давно, как могли к нему готовились. Но для нас была очень приятная неожиданность именно то, что здесь, вот именно на Рязанской земле, на месте последнего служения нашего прадеда, люди вспомнили и построили храм. Исходя из архивных сведений, за 49 лет своей земной жизни священно-мученик Арефа Сараевский нес священническое послушание в шести храмах. Два из которых на Украинской земле, два в Пензенской области, один в Можайске. Кстати, этот храм освящен во имя праведных Иакима и Анны, чьи имена носили родители отца Арефы. Храм этот ни разу не закрывался. И последнее место его служения – Космодемьяновский храм села Бычки. Здесь была революция, был огромный храм. У меня фотографии остались, но он чуть не как в самом большом районе. Тут в селе было около шесть с лишним тысяч жителей. Вот в Борце, может, были храм, видели? Вот у нас гордость района, да, здесь был больше храм. Вот он такой же архитектуры, только колокольня на ярус выше. А потом этот храм в 1938 году, в 1937 году на святителя Николая Зимнего Краца арестовали последнего священника от царя Фунасонова и 10 января 38-го расстреляли. Храм закрыли. Но храм еще стоял до 50-х годов. Его взорвали уже в хрущевские времена. Храм взорвали как раз вот он на этом месте, возле кладбища. И до сих пор тут ничего нет. Благодать здесь разливается по всему этому тихому сельскому краю. Она витает даже на улице. И чувствуется, что священный мученик Арефа вместе с нами вкушает радости общего открытия. Для кого-то уже известного, а для нас совершенно нового святого земли русской. Мы открываем его, а он нас. Мучеников много, их надо открывать. Это большая архивная работа. Сейчас мы начинаем новую архивную работу по канонизации священномученика Василия, который служил здесь недалеко, тоже в Сараевском районе. Там сейчас тоже строится храм, его же, я думаю, помощью. Один из его потомков, в общем-то, рассказал нам о том, что он служил. Сейчас мы запросили в архиве личное дело, допросы, все будем изучать. И, возможно, еще появится один новобочник на этой земле. 19 декабря 1937 года, в день памяти святителя Николая, мирликийских чудотворца, его арестовали, обвинив в агитации против выборов в Верховный Совет. По имеющимся в архивно-следственном деле документам видно, что на самом деле батюшка не призывал крестьян не выходить на выборы. Наоборот, односельчанам он предлагал выбирать людей верующих, которые не отрекаются от Бога и церкви. Отец Арефа в допросах виновным себя не признавал. Дело его было передано на рассмотрение тройки УНКВД Рязанской области. Под стражей он содержался в рязанской тюрьме. 31 декабря 1937 года он был приговорен к расстрелу. И 10 января 1938 года его привели к исполнению, а цареву расстреляли под Рязанью. Ведь неизвестно, где он похоронен. Расстреляли где-то в поле чистом, где его святые мощи почивают, неизвестно. А это не то, что могильный крест, это целый храм над священномучеником, где будет чтиться его святое имя. Так что счастье, большое счастье. Ну это и большая ответственность, чтобы не зазнаваться и не бравировать этим. Это большая охрана для нас, для всего нашего, всей семьи. Иметь своего святого и к кому обратиться. А вы бы смогли так, как он? Трудно сказать. Ну на все волю Божию. Трудно сказать все равно, это уже значит, что... Ну, выбор он всегда присутствует. В конкретных обстоятельствах. Человек сам будет решать. А что особенно трогать ее биографией вас? Ну, может быть, на самом деле, выбор. Ведь его отец был старообрядцем. И он как бы первый православный... Ну, не первый православный, но в нашем роду, кто... И то, что он как бы не побоялся гнева своих родителей, потому что они из старого старообрядческого рода. И что он как бы встал на этот путь. Ну и вообще, как бы, вот эта жизнь, революция, все эти репрессии. Это как бы очень сложное время было. И тут как бы каждому дню можно удивляться и восхищаться. Реабилитирован по указу Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 16 января 1989 года. Прославлен в Соборе Новомучеников и Исповедников России на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2001 года. Спасли Пресвятаго Твоего и поклоняемого Иси сильного Духа. У новомученика Арефы, помимо 10 января, дня его расстрела, Собора Новомучеников и Исповедников в Церкви Русской и 23 июня Собора Рязанских Святых, 23 октября Собора Волынских Святых появился еще один день его памяти – 17 ноября, когда был освящен во имя его первый храм в истории Русской Православной Церкви в селе, где он провел последние дни своей земной жизни, откуда повели его на его голгофу, после которой принял он свой мученический венец. Первый храм, пока единственный этот храм, но на самом деле в этом ничего удивительного нет, поскольку сейчас священномучеников и вообще мучеников, пострадавших в годину лютую, очень много, и нельзя сказать, что каждому сейчас посвящен какой-либо храм. Стараются, конечно, увековечить память, это нужно, память увековечивают домовыми храмами, новыми храмами, пределами. Ну вот, в нашей епархии, конечно, это очень знаковое событие, когда священномученику посвящен целый храм, полноценный храм, никакой не предел, ничего. Я очень рад, конечно. Храм этот в селе Бычки Сараевского района построили за два года. За это время Господь по молитвам своего угодника Арефы являл множество чудес. Мне нравится в этом селе очень активный народ, в хорошем плане активный. Это, наверное, свой святой, очень много играет в жизни села. Вот люди здесь собрались построить часовню. Обратили внимание, стоит деревянная часовенка. Не как так у нас, как правило, хотим храм, приезжайте, строите, пусть патриархия нам дает денег, пусть нам строят храм. Нет, они сами собрали деньги, построили часовню, приехали к богачину, сказали, батюшка, давай нам, батюшку, хотим молиться. Вот меня богословили ездить сюда служить в этой часовне. Вот в этой часовне, это уже лет 8 назад прошло, и мы по 20-м праздникам. Сначала раз в месяц ездили, а потом стал чаще ездить, потому что люди идут, люди молятся, им интересно. И вот уже видим, что назрела необходимость храма. Вот нужен в этом селе храм. Люди тянутся к богу. Село Бычки – одноименный административный центр сельского поселения Сараевского района Рязанской области. Несколько лет назад в нем была оптимизирована школа. В здании, где она располагалась, разместился дом культуры и другие социально значимые для села. С появлением храма у Бычковцев появилась надежда на возрождение родного села. Места-то здесь живописные, природа чудесная, просторы и обозримые. Это отдушина, это просто такая благодать. Мы так рады, мы этого дня ждали. Ну, вообще-то, благодарность большая ЦУ Клименту, большая благодарность всем, кто внес большой вклад, нашим спонсорам и директора ООО «Возрождение». Здесь у нас генеральный директор, он поселенную помощь всегда оказывает на строительство храма. Житель здесь, хотя живет он в Москве, но очень ощутимую помощь он сделал. Ну и мы, жители, тоже всегда ходим, все субботники на нас, все мытье, вот убираем все. Ну, в принципе, ну, дружное село такое. Я вообще первый год планирую только стены, у меня была программа минимум стены построить, и все. Тут на крышу набрали, купола надо, 200 тысяч, где взять? Ага, приехал, что-то на стройку тут, человек с вкладбища выходит, ну, приехал, больше, вот, ты что строишь? Я, ну, как, я, ну, вот, видишь, как идет. А что хуже? Вот, купола, говорю, надо, говорю. Наверное, на следующий год будем собирать, сколько надо, 200 тысяч, заказывай. И вот так вот оно все и происходило. Я говорю, другие еще где денег взять? А у меня тут никогда такой проблемы не было. Они сами приходят, предлагают то, то, это. Слава Богу! Да, слава Богу! А больше ничего и не скажешь. Жаль только, что небо в день освящения храма было пасмурно, и мы не сможем передать вам всех красок этой красоты. Ведь серость и холод не ощущались, духовный подъем и ликование сердца разгоняли тучи. Мысль о соучастии в важном событии окрыляла. Душа парила вместе со стаей голубей, не покидающих небо над храмом. Первая встреча Даниила Насонова, внука священномученика Арефы, с местом последнего служения святого дедушки, также сопровождалась чудесным явлением голубя. Причем мы не перестаем удивляться чудесности этого явления, потому что мы чудесным образом обнаружили эту информацию. Потом совершенно чудесным образом, вот я, наверное, с первых, кто сюда приехал, на разведку, что называется, да, и тоже были чудеса, потому что мы ехали из Москвы под проливным дождем всю дорогу, да, приезжаем сюда, здесь выглядывает солнце, и мы были в шоке, когда мы обнаружили белого голубя, крутящегося вокруг купола, потому что вот мурашки до сих пор, потому что тут реально было чудо какое-то. Ну, здесь он окончил свой жизненный путь, да, значит, ему тут. Сам выбрал себе последнее место, так, вот и храм. Выбрал себе место тут. Вообще очень интересно, говорю, святой, вот общаешься, вот. Не знаю, я все время, вот, как, новомученики, вот, действительно, вот они рядом. Ну, древние святые святые, да, читаешь, вот они уже вроде все понимаешь, да, но вот они как-то далеко. Другие страны, другие люди, а это вот, вот, живые свидетели, которые их вот видели, вот они рядом, вот за столом сидят. Вот и настал радостный день для селян и паломников, в числе которых многочисленные родственники святого. Всех радушно встретил с виду небольшой, но очень теплый и благодатный храм, где совершились три важных события. Освящение нового храма архиерейским чином, первая божественная литургия и освящение колоколов. И вот уже в 21 веке жители начали с часовни, потом решили, ну, в принципе, вижу, храм назревает, я ждал, вот, что пришел, пришел глаз народа. Да, приехал владыка Матфея, служили в часовне, как раз на память священному ученику Арефы. Людей много, и вот этот глаз народа. Надо строить там храм, мы тут уже не помещаемся. Я говорю, вот, начали строить храм. Обновление я ижеугоднику твоему Моисею вдохнувых полу не... Православная церковь сберегла древние обычаи совершать литургии на мощах мучеников. Своими корнями этот обычай уходит во времена Римской империи, когда христианство было под запретом. Христиане уходили в подполье, они служили в катакомбах, погребальных, подземных пещерах, соединенных между собой переходами. Там под землей христиане хоронили тех, кто не побоялся принять мученическую смерть из любви к Богу, хранили их честью, а затем служили литургией на гробах людей, умерших за Христа. Обычай служить на гробах мучеников, зародившейся в древности, продолжается. К сожалению, неизвестно, где именно лежат мощи священно-мученика Арепы Сараевского. Пантеминцы его пока единственного храма села Бычки Сараевского района в мощи священно-мученика Владимира Четверина, пресвитера Саранского, под престолом мощи древнего священно-мученика Харлампия Магнезийского. Оба святых засвидетельствовали веру в воскресшего Христа через принятие мученических страданий. Отец Владимир, так же как и отец Арефа, был учителем, так же заботился о народе Божьем, даже когда это стоило ему крови. ПЕСНЯ Он не отрекся от веры Христовой перед лицом воинствующих безбожников. И после смерти батюшка не перестает помогать. В 2006 году его причислили к лику святых. Во многих храмах нашей церкви служат на антиминсе, сшитые в него частицы мощей святого Владимира, старательного учителя, многодетного отца, доброго пастыря, мученика Христова. Второй священный мученик был епископом в фессиалийском городе Магнезии, северо-восточной области Греции. Святой Харлапий принял мученическую кончину за Христа в 202 году. Он, как и священный мученик Арефа Сараевский и Владимир Четверин, заставлял людей на путь спасения и поучал Слову Божию. Весть о его проповедях дошла до правителя области и военачальника. По их распоряжению святого схватили и привели на суд, где он твердо исповедовал веру во Христа и отказался принести жертву языческим богам. В августе 2019 года в городе Ряжске также был освящен на мощах этого святого Никольский храм. Так что покровительство священному мученика Харлампия для храма купаства Скопинской епархии имеет особое значение. Во славу потрудившейся создания храма Секом, благоденственное и мирное житие. В памятный день освящения нового храма священному мученика Арефы епископ Феодориту достоил высокими наградами Рязанской митрополии. Многое поспешение и сохрани их на многое лето. Не знаю, или стены как-то расширились для моего сознания. Со стороны он таким же маленьким остался, когда я подъезжал, думаю, как мы поместимся все там. А когда зашел, смотрите, и на самом деле большой храм, и алтарь большой, и все мы поместились. Конечно, всегда это большая радость, освящение престола. Для настоятеля много попечений, много переживаний. Отец Климен ко мне приезжал, обсуждал вот этот иконостас, как Владыка сделать. Но на самом деле я очень рад, что храм именно таким получился. Он получился светлым, он получился уютным. И вот все, что необходимо для храма, здесь уже есть. И необходимое количество утварей, подсвечники, лампады. Все, как видите, очень благолепно. Я удивился красоте иконостаса. Он очень простой на самом деле, но со вкусом сделан. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я бы не стал сам, не взялся. Басма, да. Басма, конечно, украсила этот иконостас. И вот тягловый такой, в древнерусском стиле. Конечно, отче, я тебя сердечно благодарю, и хотел бы к этому дню тебя наградить медалью нашей гепархии. И романах Климент Крыгин награждается медалью Рязанской митрополии святителя Василия епископа Рязанского. Аксиос. Аксиос. У доверенного князя Романа Рязанского третьей степени Анатолия Петровича Ракитина, Виктора Викторовича Солдатова и Виктора Николаевича Шишкина. Медалью блаженной любови Рязанской третьей степени Наталью Михайловну Насонову и Наталью Алексеевну Самарукову. Архиерейскими грамотами были награждены Александр Михайлович Евдокушин, Иван Александрович Петин, Юрий Николаевич Литвинов, Татьяна Кузьминична-Фроловская и Татьяна Ивановна Давыдова. Ладыка преподнес памятные подарки иконы Божьей Матери в дар новоосвященному храму. В свою очередь, настоятель иерманах Климент Крыгин преподнес владыке на молитвенную память икону священномученика Ореха Сараевского. У нас вот нет такого одного большого спонсора, чтобы один все восстанавливал. Нет, именно люди. Кто-то больше, кто-то меньше. Большой вклад внесли родственники священномученика. Прямо вот он через своих родственников передает нам благодать, передает нам помощь. Ну и в память о этом событии хочу вот подарить вам образ священномученика написанный. Вот этот образ, который, вот первообраз лежит, заказанный специально правнуком священномученика Орефа, он его писал, для того, чтобы сделать в иконостас, большую икону сфиграфировать, и чтобы была в храме храмовая икона. Ну а это копия вот этого написанного образа. Это первый храм и единственный пока в Русской Православной Церкви посвящен этому священномученику. На мощах мучеников стоит наша церковь. Кровь мучеников это семя для нашей церкви. И вот смотрите, пострадал человек, может быть, кто видел это, жалели этого человека, думали, несчастный человек попал в эту страшную машину безбожного времени, когда уничтожались не только верующие люди, но и вообще наш народ. А вот Господь прославил этого человека, потому что слава Божия отличается от славы человеческой. Я всем в этот день желаю прежде всего славы Божьей, а все остальное, какая бы слава человеческая большая ни была, рано или поздно она забудется и погибнет. Благословляются, освящаются кампаны, си окроплений воды все священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляются, освящаются кампаны, си окроплений воды все священные. Место эпиграфа. На следующий день, 18 ноября 2019 года, мы отправились в отдаленное село Михайловского района, в Солнечное, где в храме покрова Пресвятой Богородицы прихожане и священнослужители совершали память еще одного священномученика Гавриила Масленникова, Михайловского, расстрелянного так же, как и отец Арефа, где-то под Рязанью. Гавриил Масленников, 18 ноября 1937 года, а Арефа Насонов, 10 января 1938 года. Всего два месяца разделяют два духовных подвига. Есть такое чувство, что эти святые находятся рядом друг с другом. И все, что происходит с нами сейчас, это очередное промыслительное звено одной цепи событий, находящихся в божественных руках Вседержителей. Иначе как объяснить наше нечаянное путешествие 17 ноября в глубинку Сараевского района, чудесное и ставшее родным село Бычки? Так мы в очередной раз убедились, что у Бога не нет случайностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok